Ситуация у нас таковая. 24 января 2020 года мы написали первое заявление на имя губернатора Тюменской области Мора Александра Викторовича и на имя председателя областной думы товарища Карепинова. 24 января. Суть заявления была в том, что в Аббатском районе нету бойней. Бойней, а без промышленного забоя мясо сдать невозможно. Поэтому мы написали письмо. 10 февраля мы получили ответ от заместителя губернатора Чайметова о том, что участок земли выделен для строительства бойней. Строительством бойней будет заниматься кооператив «Весна». Но финансовую помощь они оказать нам напрямую не могут для завершения строительства бойней. Поэтому господин Чайметов нам рекомендовал заявиться на Грант Агро Стартап как для образования фермерского хозяйства, то бишь меня, и с кооперацией с кооперативом «Весна» пешеным Александром Михайловичем для того, чтобы часть денег, грантовых денег, ушло на завершение строительства и обеспечить документации бойней селя Баска, для того, чтобы помогли крестьяне сдать свое мясо и получить доход. Ситуация. 13 апреля мы собрали весь пакет документов и передали его в департамент областной для участия в Гранте. Но 10 мая мы получили ответ в том, что мы не прошли как участники Гранта, потому что у заявителя якобы, что есть несуществующие непогашенные налоги. Соответственно, перед тем, как мы подать пакет документов, все проверили, у нас задолженности не было. Но, конечно, затаилось такое подозрение, что мало ли, что 10 января все-таки какой-то срок прошел, думал, что, возможно, какая-то там задолженность все-таки, может быть, и появилась. Но, проверив свой личный кабинет, такого задолженности я не нашел. Поэтому, считаю, что у нас просто по технической ошибке, по причине какой-то непонятной, что чиновник какой-то или служащий не досмотрел, не наглядел, мы лишились возможности участия в Гранте. Поэтому на сегодняшний день председатель кооператива «Весна», изыскав собственные средства, половину бойни купил, а на вторую половину у нас денег нет. Денег нет, и достроить мы эту бойню сейчас, на сегодняшний день, не можем уже. Районная администрация и департамент у нас, управление сельского хозяйства в Аббасском районе, пожимают плечами и говорят о том, что мы не можем чем вам помочь. Надеюсь, что, господа журналисты, нам в этом смысле помогут, что-то там продвинется с мертвой точки. Наш пакет документов до сих пор находится в департаменте, но мы его не забирали. Возможно, сам губернатор, может быть, нас услышит, посмотрит еще раз наши документы, может быть, действительно там создадут еще одну конкурсную комиссию, проверят наши документы досконально. А не то, что там получается, что отказали, что вроде как бы налоги неоплаченные, а в итоге налоги оплаченные. Получается, 47 человек подали заявку, утвердили только 7. А 40 человек, для того, чтобы набрать 10% первоначальный взнос, пошли, сдавали свое поголовье, брали кредиты в банках. Сейчас просто-напросто остались у разбитого корыта. Субтитры создавал DimaTorzok